И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в преддверии праздников мы начинаем готовить праздничные блюда. То, что вы всегда подаете на стол к Новому году, к Рождеству, ну и ко всем торжествам. Ну и одно из таких блюд это селедка под шубой. Вот ее-то мы сегодня и приготовим. Для этого блюда нам понадобится отварной картофель, свекла отварная, селедка. У меня здесь селедка и красная рыба, потому как селедки у меня просто мало. Я сделаю такое вот, содружество такое. Яйца, лук, ну и небольшое яблочко. И, конечно же, майонез. Вот все, что нам понадобится. Для начала я подготавливаю майонез. Так как некоторые слои я буду покрывать сеточкой, чтобы не был у нас густой слой майонеза. Нам это не очень хочется. Не всегда это мы приветствуем. Накладываю майонез в кулечек. И отрезаю очень-очень тоненько, очень маленькую дырочку делаю. Если сделать большую, у вас оно будет очень толстым слоем ложиться, а так очень маленькую. Вот майонез мы подготовили, ну а сейчас займемся нашими слоями. Первым слоем я натираю картофель. Я знаю, многие хозяйки делают первым слоем рыбу, но вот сколько я перепробовала вариантов, все-таки мне лучше первый слой картофель. Почему? Потому что вы кладете на картофель рыбку, и она как бы пускает свой сок на картофель. То есть у вас все пропитывается. Ну и потом, когда вы берете, картофель все-таки плотнее лежит на тарелочке, и оно как бы лучше будет. Как вы видели, я потерла на крупной терке картофель. И вот сейчас такой вот сеточкой я накладываю майонезик. Чтобы не сильно жирно было. Следующий этап, мы порежем нашу селедочку. Обычными меленькими кубиками. Вот так меленько-меленько порежем. Следующий слой за картошкой идет селедка. У меня селедки мало сегодня, поэтому я немножко добавлю красной рыбки. Вот так, в перемешечку. Вообще, честно говоря, мне больше нравятся и селедки. Но, ребята, у меня здесь дефицит с селедочкой. Поэтому приходится покупать семгу, солить ее самой и делать вот таким образом под шубой. Следующий слой это лук. У меня здесь одна небольшая луковица. Посыпаем равномерно на слой селедочки. Кому не нравится вкус лука, резкий вкус лука, его можно вымочить в горячей воде минут 10. Кому нравится какая-то кислинка, можно его замариновать в уксусе. Тоже будет хорошо. У меня обычный лук, потому как у меня все луки едят. И снова покрывали им легкой сеточкой наш лук. Совсем легенькой. Следующий слой у нас яйца. Я использую где-то 2-3 яйца. Сейчас посмотрим как. Я подготовила 3 на всякий случай, но вообще-то я так думаю, что 2 здесь вполне достаточно будет на мое количество. Да, вполне достаточно 2 яиц. Следом за яйцом я кладу очень такой тонкий слой яблочко. Я уже почистила свое яблочко. Ну и вот буквально, наверное, толстый слой не надо. Вот половина яблочко вполне достаточно, чтобы у вас была такая вот небольшая свежесть в вашем салатике, небольшая кислинка. Ну а сейчас в отдельную миску я потру свеклу. У меня она мелкая. Я специально беру мелкую, чтобы она быстро варилась. Свеклу я всю потерла на крупной терочке. А теперь смотрите, я добавляю майонез конкретно в свеклу и тут же ее перемешиваю вместе с этим майонезом. Почему я это делаю? Ну, во-первых, если вы положите свеклу наверх, а потом начинаете ее смазывать майонезом, то она тянется за вами, эта свекла. А здесь у вас она хорошо промешана, равномерно. И когда вы ее положите, она будет сочной и пропитывать весь остальной салат. Ну и заключительная часть нашего салата. Мы кладем нашу свеклу поверх. И будем хорошо ее разравнивать по всему нашему салату, как бы формировать нашу рыбку под шубой. Закрываете все, что у вас все слои, которые были до того. Вот таким образом. Салатик мы сформировали. И можете украсить вот такими линиями в конце. И вот так вот. Как бы сеточку сделаете. Ну и в серединку можно положить клюковки сюда. Тоже будет хорошо. Это как бы вариант такого украшения. Ну все, друзья. Наша селедка под шубой готова. Все как у всех. Все хозяюшки делают подобное. Но может что-то вы себе почерпнули из моего. Я очень буду рада, если вы попробуете. И если вам понравится. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Всего хорошего. С праздником вам, дорогие друзья. С Новым годом. И с Рождеством.